Зубр на гербе Брестской области – символ не только Беловежской пущи, но всей Беларуси. А его золотой цвет означает богатство, силу, чистоту и постоянство. А вот огненный петух на гербе агрогородка Бастынь отражает независимый характер его жителей. Геральдика – строгая историческая дисциплина, которая имеет свои правила и законы. Но вместе с тем каждый герб неповторимо открывает множество интересных фактов о месте, которому принадлежит. Об этом и не только узнали посетители выставки, которая открылась в Брестском областном краеведческом музее. Выставка посвящена Геральдике, но в частности именно Геральдике с изображением представителей флоры и фауны. И так как мы музей краеведческий, то, конечно, тема этой выставки – это гербы и флаги населенных пунктов Брестской области. Когда мы погрузились в эту тему, мы сами для себя сделали очень неожиданное открытие, что многие наши деревни даже имеют официально утвержденные гербы. И с одной идеей родилась действительно очень интересная, яркая, красочная, информативная и познавательная выставка. Немногие знают, что в нашей стране есть даже специальный геральдический совет, который занимается вопросами изучения, согласования, разработки гербов, орденов и медалей. Его секретарь Марина Елинская, автор и соавтор многих геральдических официальных символов, в том числе и герба Беловежской пущи, стала почетным гостем выставки. Геральдика обладает целым рядом законов и правил, однако это наука, которая вместе с тем обладает еще колоссальным количеством исключений. Вот каждый этот герб, который вы здесь видите и которого вы здесь еще не видите, он неповторим. И надо сказать, что люди, живущие в этих городах, они с благостью воспринимают свой знак. Почему? Потому что за каждым этим изображением стоит история, их история. Гербовых сюжетов не так уж и много. Флора и фауна, занятия жителей, изображения святых, мифические животные. Но за каждым из 201 герба нашей республики – менталитет, история и душа нашего народа. Выставка продлится до 19 декабря, и все желающие смогут узнать больше о брещении ее прошлом и будущем через геральдику края. Субтитры создавал DimaTorzok